Плеча, но смелость ему было не занимать, и Громила обратился в бегство. Следствие получило подробное описание подозреваемого. Новое нападение на подростка не заставило себя долго ждать. Пропал без вести Валера Харитонов. Позже в лесу нашли тело юноши без головы. Но родители отказывались верить в то, что это их сын. Он месяц в морге лежал в Жуковском, родители не хотели забирать его. Потребовалась сложная экспертиза, которая подтвердила, останки принадлежат именно Валерии. Тем временем отец другого убитого маньяком юноши, Николай Антошин, находился под арестом. С него сняли подозрения в серии убийств, но обвинили в нападении на человека. Меня судить будут. Жена после инсульта в больнице. Представляете, состояние мое. Антошину повезло с адвокатом. В суде удалось доказать, Николай действовал в состоянии аффекта. Но от приговора это его не спасло. Но осудили, дали мне три года условно. Спасибо и на это. Могли бы и посадить. Жажда мести прошла. Осталась дикая боль. Рухнула вся жизнь. Нужно было ценить то, что имеешь. Беречь того, кто остался. Смотреть в будущее, а не мучиться прошлым. Михаил был уже взрослым и самостоятельным, когда исчезла его мама. Заявление в милиции принимать отказались. Не прошло еще трех суток. Родственники, знакомые, никто ее не видел. 11 числа я мотался по больницам, вызванивал. И, соответственно, поступал, не поступал. Михаил Расторгуев, потерпевший. Оставался лишь один вариант. Дача. Я поехал на огороды. И там меня остановил оперативный работник. Значит, предъявил документы. И уже пошел, показал на тело. Тело матери Михаила случайно нашли всего за час до этого. Была приоткрыта вот та дверь. Была плохо прикрыта. Почему и обратили внимание проходившие там соседи. И заглянув туда, увидели страшную картину. Женщина лежит в крови, все забрызгано кровью. Владимир Прищепов. В 90-е годы начальник Барвихинского отделения милиции. В общем, картина была страшная, ужасная, непонятная. Убийца обошелся с женщиной чудовищно. Из уважения к Михаилу и его памяти о маме мы не станем приводить подробности. Тогда, два десятка лет тому назад, ему уже пришлось их узнать. И молодой крепкий мужчина был сломлен. Собственно, работать я мог уже, ну, где-то через полгода. Летом я был по больницам, где-то с осенью, я уже вновь начал работать. На нервной почве началось сильное заикание. Но Михаил нашел в себе силы преодолеть эту беду. Долгое время он мучился, пытаясь представить себе, какое отродье так обошлось с его матерью. Нападения на людей продолжались. Несколько человек из Голубого братства, несколько пожилых женщин, старик. Маньяк полностью терял контроль над собой. Интервалы между нападениями сокращались. Порой вместо тел находили лишь растерженные части. Этой даче в Одинцовском районе суждено было сыграть решающую роль в нашей истории. Однажды весной сюда приехала хозяйка. Проверить, все ли в порядке. Подготовиться к сезону. И вдруг заметила. Замок на сарае сорван, дверь приоткрыта. Неужели воришки? Но нет, ничего не было тронуто. Только с потолка свисала веревка с петлей. Под ней стояла старая табуретка. В общем, все было готово к повешению. Но только кого? Хозяйка решила этот страшный сигнал для нее. И немедленно отправилась в милицию. Местность вокруг дачи наводнили переодетые в штатское оперативники. В самом дачном доме устроили засаду. Отрабатывали людей, отрабатывали приближенно похожих. Но это все были люди, как бы, не те. В тот день двое сотрудников в штатском находились на наблюдательном посту под видом работяг. И вдруг заметили высокого молодого человека, который бесцельно бродил по дорожке. Рослый, крупный, русый, с глубоко посаженными глазами и тяжелым подбородком. Неужели он? Милиционеры подошли к нему, заговорили. Тот тут же занервничал и попросил закурить. В ту же секунду все было кончено. И, соответственно, на нем защелкнулись наручники. Он, конечно, этого не ожидал. Задержанным оказался некто Сергей Ряховский, 31 года от роду. При личном досмотре у него не нашли ничего подозрительного. Но зато при обыске дома обнаружили немало интересных вещей. Положи на место. Не уверен, не обгоняй. Все люди. Человек к человеку. Волк. СССР. Палата номер 6. Это записи из дневника Сергея Ряховского. Под ними изображение смерти и неуклюже нарисованные гробики. Слева 12, справа 7. Количество жертв. На самом деле жертв было больше. На допросе Ряховский признался. Несколько случаев отметить не успел. А на страницах этой общей тетради за 48 копеек фантастическая повесть Старфал. Главный герой некий командор, который путешествует по галактике, зачищая ее от всякого человеческого мусора. Именно такую идеологию Ряховский подвел потерю своих страшных преступлений. Аквариумные рыбки. Популярные увлечения мальчишек советской поры. Гупи, меченосцы, барбусы. Неприхотливое создание. Порой их держали даже в трехлитровой банке. Пока родители не сжалятся и не купят аквариум. Здесь много чего можно узнать. Рыбы, оказывается, разговаривают друг с другом. Сухой корм покупали в зоомагазинах. Но чаще всего ездили до птичьей рынок. Там продавались сушеные гомарусы, живой мотыль, циклопы и прочая мелкая живность. Но завести вот такой большой аквариум – просто мечта. На дне можно поставить грот, запустить улиток и часами наблюдать за этим маленьким миром. Аквариум с его обитателями оказался единственным человеческим увлечением Сергея Ореховского. Он родился в приличной семье. Родители в нем души не чаяли. Единственной необычной особенностью Сережи был аномально большой вес. В полгода он весил уже 11 килограммов. В школе звезд с неба не хватал, отличался нелюдимостью, сторонился компанией. Но зато часами мог наблюдать за аквариумными рыбками и трогательно ухаживал за домашними животными. Ко мне как к матери он относился нормально, нормально относился. Рассказ бы не грубил, правда, вспыльте, что-то такое упреки, а что бы это, такие грубости, как это, в связи с этим никогда даже не говорили. Окончив восьмилетку, он поступил в ПТУ и получил специальность электромонтера. Знакомые ребята бегали за девчонками и хвастались друг перед другом амурными победами. Реховский же вдруг понял, сверстницы его совершенно не интересуют. А вот женщины постарше тянут как магнитом. И чем старше, тем сильнее тянут. Он был геронтофилом, хотя поначалу даже сам себе боялся в этом признаться. Ну, как он говорил, что я не мог с собой ничего поделать. В 82-м он совершил сразу несколько нападений на немолодых женщин. Его поймали и посадили на 4 года за хулиганство. Пожалели юного остолопа. А он, отсидев свой срок, вышел на свободу зверем, готовым терзать и убивать. Не просто был убийца, он еще и некрофил, как потом в ходе расследования уголовных дел это все было установлено. Такого кошмарного коктейля не имел в голове ни один серийный убийца в мире. Родители Реховского не замечали или делали вид, что не замечают, как меняется их сын. Как из добродушного увольня он превращается в безжалостного зверя. Наказание должно быть за тяжкие преступления. Но в какой-то мере нужно рассматривать. Смертный казнь вообще надо пить. Одни не вообще. Читая за поем зарубежную фантастику, он не раз представлял себя на месте героев космической оперы. Бесстрашным, жестоким и неумолимым. Я перед этим потеряла старшего сына. Мне тяжело очень. И вот через два с половиной месяца этот ублюдок отнял. У меня последнего сына. Я прям не могу. Мне жить не хочется. Похоже, со временем он и сам поверил в выдуманный образ и описал его в своей повести «Старфал». Себя он стал считать борцом за очищение человеческой расы. Объекты, подлежащие уничтожению, гомосексуалисты и проститутки. Я считаю, что всех гомосексуалистов можно исправить только методом реинкарнации. Все убитые им женщины не имели никакого отношения к жрицам любви. Они были не молодыми, уставшими от забот труженицами. Например, мама Михаила работала в гипроцветмете и в одиночку вырастила двоих сыновей. Маргарита Георгиевна Тузикова тоже вкалывала всю свою жизнь. Не искала легких путей. В те годы это было не принято. Нападение Риховского тоже сломало ей жизнь. Был такой шок, я боялась ходить по улице. Мне казалось, что за мной кто-то ходит. Окончательно восстановиться у Маргариты Георгиевны не получилось. Вскоре она ушла на пенсию. Николай Антошин потерял не только единственного сына, но и любимую работу. До конца своих дней он будет ухаживать за тяжело больной женой, которая после инсульта стала инвалидом. А это одна из немногих жертв, которой удалось выжить. На опознании ей стало плохо. Извини. По судьбе всех этих людей прошел садист и нелюдь Сергей Риховский. На вопрос, зачем ты это сделал, он отвечал с почти детским простодушием. У меня что-то там заклинило, и я вот почему-то решил задушить, и все. Риховский очень надеялся, что его признают невменяемым. Но этого не случилось. 19 доказанных убийств. Еще 11, по которым вина подсудимого считается недоказанной. Что там всех этих обстоятельств? Риховский заслуживает применение к нему исключительной меры наказания, смертной казни. Но поставить к стенке преступника не успели. Забурлила политическая жизнь. И вскоре вышел указ о моратории на смертную казнь. Убийцу 19 человек помиловали. Всю оставшуюся жизнь ему предстояло провести в мордовском Дубровлаге. То есть вначале он убил мою маму, а после этого на мои налоги всю его оставшуюся жизнь его содержат. То есть я плачу уже, получается, дважды. Первый раз я плачу потери, то есть ущербом, который мне нанес, так юридическим языком. И второй раз я плачу за его содержание. То есть я плачу за то, что второй раз то же самое не сделал. Вот. Извините, где Луинька? Муж Маргариты Тузиковой, узнав об интересе нашего проекта к фигуре Риховского, первым делом спросил, неужели выпустили? А я почему-то думал, вдруг его выпустят. Психиатры уверены, свой фантастический боевик Риховский никогда бы не дописал. Серийного убийцу интересовали лишь сцены пыток и казней. Именно себя он видел командором, наводящим порядок во вселенной. И хотел бы, чтобы эта зачистка не закончилась никогда. Но эта мечта не сбылась. Как не сбылось и обещание маньяка вернуться. В 2005 году его убил запущенный туберкулез. Запоздалое возмездие. Говорят, он до последнего дня был уверен, что вскоре выйдет на свободу. И даже писал в инстанции письма, в которых выставлял себя невинной жертвой антинародного режима. Впрочем, это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Халатность родителей или убийство? Что здесь произошло? Странный рисунок. И страшная тварь. Детские тайны и взрослые грехи. Все это в хрустале. Фильм из цикла Следствие вели с Леонидом Каневским. Целая история. Ведьма. Смотрите прямо сейчас. На этот раз только документы и только факты. Граждане и судьи, я прошу вас смягчить мое наказание. Это история. Любым трудом искупить свою вину. Не лишайте меня жизни. Самые громкие преступления советской эпохи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восьмидесятый год. Москва. Ранним утром 9 августа в милицию позвонили. Тежурное управление мое. Срывающийся женский голос прокричал в трубку. Тут на улице ребенок. Мертв. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Тело нашла местная жительница, которая с утра выносила мусор. У нас в доме завелся мусоропровод. Я пошла вываливать мусор. Я тут наклонилась. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Что же произошло? Убийство с особой жестокостью? Или несчастный случай, следы которого постарались скрыть? Сыщикам предстояло распутать невероятную историю, в которой мистике оказалось больше, чем криминалистики. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Эти тихие дворы примыкают к станции метро Красносельская. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Именно здесь нашли мертвого ребенка. Как он сюда попал? Он местный? Или его привезли на поезде? Чуть дальше Ярославский вокзал. Платформа в сотни метров от крайних домов. Дальше унылая промзона. Что здесь произошло? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Версий было множество, но половину из них отмели эксперты. Смертельный удар был нанесен по голове мальчика тяжелой хрустальной посудой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА В Ворневом канале и на теле были обнаружены микрочастицы хрусталя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Евгений Огородников. В 80-м году эксперт научно-технического отдела ГУВД МОЗГОРОСПОЛКОМА. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА И край вот этой вот граненой посуды оставил вот такой характерный след. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Играетесь членового тела решаются далеко не каждому. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАСТАВКА Там практически лица не было видно. Надо же так забить мальчонку. ЗАСТАВКА Летят запросы в соседние регионы, не пропадал ли ребенок. И вскоре приходит ответ из области. Подмосковная милиция ищет семилетнего Серёжу Ковалёва. Садоводческое товарищество. Дружба. Рядом пруд и лес. Сегодня от него мало что осталось. Именно здесь мальчик вместе с мамой, братом и сёстрами проводил последние летние дни. Гонял на велике, гулял, купался в пруду. По этой дороге бегал на станцию в магазин. Туда с утра завозили молоко и свежий хлеб. Дачный сторож однажды поймал Серёжу с приятелями прямо здесь. Они увеличилкой выжигали на этой стенке свои инициалы. Прошло столько времени, больше 30 лет, как не стало Серёжи. А след от детской шалости остался. Впереди была школа. Первый раз в первый класс. Но неожиданно Серёжа исчез, никому ничего не сказав. ВЫСТРЕЛЫ Встревоженная мать оббежала все окрестные ростчицы. Опросила всех мальчишек. Но никто из них ничего не знал. Потом подключилась милиция. И там искали, и с баграми в пруду искали, и в болотах искали. Думали, хоть где-нибудь какой-то свет остался. Так ничего и не нашли. Нашли Серёжу в Москве, в мусорном баке недалеко от Ярославского вокзала. Что же случилось? Анастасия Купцова в 80-м работала в детской комнате милиции. Её в ту пору молоденькую практикантку привлекли к расследованию этого загадочного происшествия. Надо в первую очередь расспросить друзей Серёжиных. Старший брат убитого ребёнка не сообщил ничего любопытного. А вот друзья рассказали тётеньке-милиционеру ужасные вещи. Они мне в деталях, в подробности всё так рассказали, у меня просто стыла кровь в жилах. Оказывается, Серёжа жаловался им. По ночам к нему приходит ведьма и высасывает из него душу. Рассказы мальчика отличались мелкими деталями и пугающими подробностями. Утаскивала в побрик, мучила его, истязала. Серёжа описывал жуткую тварь. Растрёпанные волосы, уродливое лицо, безумный взгляд и длинные пальцы с когтями. Детская фантазия или нет? Очередную странность сыщики обнаружили в одной из комнат в дачном доме семьи Ковалёвых. Почти каждый советский школьник хотя бы раз в жизни вывешивал на стенку вот такой аккуратно написанный лист. Распорядок дня. Семь утра. Подъём. Надо привыкать. Семь ноль пять. Умывание. Холодная вода. Семь пятнадцать. Зарядка. Не хочется, а надо. Семь тридцать. Завтрак. Восемь ноль ноль. Уборка комнаты. Молодой человек. Прошу вас. Прошу. Это обязательно. Обычно детского терпения хватало на пару недель. Но какой тихий час после обеда, если друзья зовут погонять на великах? В распорядке дня маленького Серёжи Ковалёва была одна странность. Когда лист сняли со стены, то на обратной стороне обнаружили пугающий рисунок. Серёжина мама Ирина Ковалёва смущенно пояснила. Ребёнок был со странностями. Иногда рисовал всякую чертовщину. Врач в поликлинике сказал, пройдёт со временем, но не прошло. Неужели рассказы о ведьме не выдуманы? Внимательно осмотрели весь дом, но никакого погреба не обнаружили. Не нашли и орудий пыток. Не было на даче и хрусталя. Впрочем, не мудрено, кто же держит такую ценность за городом. Значит, всё-таки фантазия. Дети нередко выдумывают всякую небывальщину. Тем не менее, Серёжины родители попали под подозрение следствия. Ирина Ковалёва, 33 года. Имеет двух сыновей от первого брака и двух дочерей от второго брака. Муж Евгений Ковалёв работает кладовщиком. С предыдущим мужем Вячеславом Шацким Ирина отношений не поддерживает. Это кадры, снятые любительской кинокамерой на даче Ковалёвых. Трогательная идиллия. Семья как семья, хорошая семья. Все дружно жили, друг другу помогали. Старшие за младшими следили. В день, когда исчез Серёжа, Ирина Ковалёва была на даче. У всех на виду. Алиби убедительное. К тому же женщина сама подняла тревогу. Может, виноват отчим Евгений Ковалёв? Тот жил в Москве, лишь изредка появляясь на даче. Московская квартира Ковалёвых находилась недалеко от Ярославского вокзала. Совсем рядом нашли и тело убитого мальчика. По адресу немедленно отправился оперативный сотрудник Виктор Кузнецов. Но на стук в дверь никто не отзывался. В квартире шум и гам. И у меня сработало, что там что-то не то происходит. Виктор Кузнецов. В 80-м году оперуполномоченный Загорского РОВД. Потрогал машинально. Толкнул за ручку, и дверь открылась. Милиционер вошёл и сразу же увидел распахнутую балконную дверь. Метнувшись к ней, сыщик заметил мужчину. Тот улепётывал прочь. Ну, думаю, от меня не уйдёшь. Беглес отрывался от преследователя с каждой секунды. И вдруг... Почти каждый мальчишка в душе шофёр. Машины были, есть и будут среди самых любимых детских игрушек. Ну, а кто из детей советской поры не ездил на таком педальном чуде? У-у-у! Кстати, выпускали его на АЗЛК. Рядом с большими настоящими машинами. Любящие родители обязательно покупали своему чаду вот такую игрушку. Как знать, удастся ли порулить настоящими. Именно такая машинка сыграла важную роль в нашей истории. Беглес уже почти оторвался от милиционера, когда на перерез ему вдруг выкатилось игрушечное авто. Вот здесь он упал, а мамаша выскочила из-за кустов. Она, как увидела его, подумала, что он набросился на её сына. Мать рванулась на защиту ребёнка. Милиционер с трудом оттащил разъярённую женщину от беглеца и торжествующе заявил, ну что, Женя, отбегался. Но тот вдруг покачал головой. Я не Женя, я Ваня. Женя там, в квартире, мёртвый лежит. Неожиданная смерть главного подозреваемого в деле об убийстве семилетнего мальчика выглядела более чем странно. Патологоанатомы сделали заключение. Евгений Ковалёв умер от сочетания водки с сильнодействующими препаратами. Что это было? Нелепая случайность? Самоубийство или убийство? Пролить свет на происшествие помогли показания приятеля погибшего, неудачливого беглеца Ивана Жуйкова. За сутки до трагедии. Ремонт. В те годы это неизбежный кошмар для обитателей городской квартиры. Чаще всего ремонт делали собственными силами. Для этого нередко уходили в отпуск. И работали с утра до ночи. Просверлить дырку в несущей стене целая история. Одной дрели недостаточно. Приходилось долго и громко стучать молотком вот по такому пробойнику. Соседи были в бешенстве. Ведь на одно отверстие уходило до получаса работы. Евгений Ковалев уже неделю занимался ремонтом. За это время поскандалить к нему приходили почти все соседи. Сосед Иван Жуйков пришел в гости к Жене Ковалеву не с пустыми руками. К вечеру хозяин квартиры был уже мертвецкий пьян. Жуйков уложил его спать и отправился домой, аккуратно прикрыв входную дверь. Никакого ребенка в квартире не было, да и быть не могло. На следующее утро Иван сам пришел к соседу, похмелиться. Сучу дверь, он не отвечает. Ковалев спал, как убитый. Расстроенный собутыльник отправился на кухню, приснул себе в стакан водки, потом еще и сам не заметил, как отключился. Он очнулся от настойчивых звонков в дверь, метнулся в спальню будить друга и только тут заметил, вдруг Женя уже давно окоченел. Испугавшись, Жуйков кинулся бежать. Благо, квартира была на первом этаже, но скрыться от милиции горе собутыльнику не удалось. Версия напрашивалась сама собой. Сбежавший с дачи мальчик пришел домой поздно вечером. Пьяный отец в угаре расправился с ним. Выбросил тело, а потом в отчаянии покончил с собой. Оставалось только собрать доказательства. И вот тут-то нашла коса на камень. Хрусталь. Удивительно, какой невероятной ценностью в советское время обладало это стекло. Хрусталь хранили в сервантов и доставали оттуда только по большим праздникам. Ну, когда нужно было пустить пыль в глаза дорогим гостям. Шикарная ваза для цветов. Ну, салатница. Какой праздник без оливье? На такое блюдо можно выложить дефицитные деликатесы. Нарезка. И корочка, селедочка, шпротики. И все это в хрустале. Графинечка. Ну, ясное дело, для водочки. И рюмочки маленькие. Ну, куда торопиться? Весь вечер впереди. В квартире Ковалевых хранились два хрустальных сервиза. Но эксперты заявили, тот предмет, которым ударили мальчика, был сделан из совсем другого хрусталя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тщательным образом изучили полы и стены в доме. Ни следов крови, ни частичек стекла. Версия, которая оказалась железной, вдруг начала рассыпаться. Да еще соседи в один голос твердили, что Евгений Ковалев к приемному сыну относился с большой теплотой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хотя он ему не родной был сын, он к нему очень хорошо относился. Бывало, скажут, серый, мы с тобой одной крови. Ну, пошли гулять. Тем временем эксперты по ниточкам разобрали одежду убитого ребенка и вдруг заявили, на рубашке и обуви Сережи есть пятно от варенья и частицы цемента. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, и в складках одежды были обнаружены опилки, строительный мусор, вот что-то в этом роде. Поэтому это навело нас на мысль проверить ближайшие стройки. Следователь Иванов сам отправился на стройку, прихватив с собой фотоснимок Сережи. Он соблюдал осторожность, ведь убийцей мог оказаться кто-то из строителей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот там была стройка, строили детский сад. Владимир Иванов в 80-м году следователь следственной группы прокуратуры города Москвы. И думаю, буду представляться отцом ребенка. Ну, как бы разыскиваю сына. Сразу несколько человек рассказали ему, в день, когда произошло убийство, они видели Сережу. Тот бродил вокруг и даже заходил к строителям в бытовку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сладости на скорую руку. Каждый советский ребенок знал, как устроить десерт из подручных продуктов. Например, из хлеба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлеб мажем маслом. Причем тогда это было настоящее масло, а не сегодняшняя нефтехимия. Оно плохо намазывалось, но зато вкус не спутаешь ни с чем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полученный бутерброд посыпаем сахарным песком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оп! Десерт готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем взял его за руку и куда-то грубо потащил. Строители решили, вот и отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Косматым бородачом был настоящий отец Сережи, Вячеслав Шацкий. Об этом следователь узнал от матери ребенка, Ирины Ковалевой, которая по описанию сразу опознала бывшего супруга. Женщина была по-настоящему испугана. Это ведь зверь, чудовище. Это он, он, он убил ребенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЛАВА МОЛОТОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геолог. В советские годы эта профессия считалась очень мужественной и романтичной. Такой молоток был почти единственным техническим оснащением. Это и дань настоящему. При всем обилии техники молоток по-прежнему служит геологу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открыть залежи полезных ископаемых, сделать что-то полезное для людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕСЬ А потом, устав от важных дел, сесть у костра и спеть под гитару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юная Ира без памяти влюбилась в молоденького геолога и без колебаний вышла за него замуж. Но совместная жизнь не заладилась. Десять месяцев в году Слава Шацкий перебирал бумажки в кабинете и получал скромную зарплату. И лишь летом он на два месяца срывался в геолого-разведочную партию. Только это время Слава считал настоящей жизнью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уедет бывало, а она одна с двумя детьми. И господи, ни мужа, ни денег. И вдова при живом муже. Ты на меня не смотри. Геологи народ ненадежный. Сегодня я здесь, а завтра я, может быть, на Камчатке. И потом Малатый еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сыновьям он относился прохладно. Тем временем оба мальчика Антона и Сережи подрастали. Никаких перспектив у мужа Ирина не видела. В общем, жизнь проходила мимо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот однажды посреди серых будней мелькнул лучик надежды. Одно время я себя считала виноватой. Я же познакомила Иру с Женей Ковалевым. Как-то соседка по даче предложила Ире сходить по знакомству к замечательному мастеру в салон красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота души. Вот что в советское время ценилось в человеке прежде всего. Нет, красота тела, конечно, важна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но пламенное сердце и преданность идеалам важнее. Это в теории. Такие речи говорили на скучных собраниях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на практике, в жизни, попасть на курс процедур в салон красоты можно было только по большому плату. Да и было подобных заведений очень мало. Единицы. Красота придает человеку уверенность. Повышает жизненный тонус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В те годы не было всяких технических штучек, поэтому прекрасные дамы нередко рисковали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перманент. Химическая завивка волос. Малейшая ошибка грозила катастрофой. А-а-а! Я-а-а! Ничего страшного. Здесь можно взять на прокат парик. Дайте, пожалуйста, парик. Вот, видите, все в порядке. Прекрасный парик. Не позориться же перед всем миром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мастер-мужчина. В те годы большая редкость. Именно таким редким умельцем был Евгений Ковалев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже при первой встрече он сказал Ире, ты и так очень красивая, но я сделаю тебя самой красивой на свете. Я буду за тобой ухаживать. Сердце Ирины было покорено. В тот вечер она отправилась не домой, а к нему. Встречи продолжались около месяца, а затем из командировки вернулся законный муж Вячеслав Шацкий. Он с удивлением заметил перемены в поведении и облике жены. Она что-то так прихорошилась, приоделась немножечко, подкрасилась. Он говорит, ты что, в шутку сказала? Ты что, говорит, Ливанка что ли тебе завела? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Безнадёга, только теперь к ней добавились ещё две маленькие девочки-близняшки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выяснили, ещё несколько дней назад он уехал в очередную командировку на край света. Были организованы его поиски, в том числе и я выехал в район полуострова Таймыр, где, по имеющейся информации, находился Шацкий. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наконец Шацкий был найден. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА После долгого молчания Вячеслав произнёс, как же так, я ведь сам отвёл сына домой, к отчему. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но это было ещё не всё. Когда Шацкий узнал о смерти Евгения Ковалёва, нового мужа Ирины, То пробормотал. Как же так? Я ведь видел его в тот вечер. Живым. В тот день Вячеслав готовился к долгожданной командировке. Вечером самолет. Неожиданно раздался телефон и звонок. В трубке прозвучал голос сына Сережи. Папа, я сбежал от мамы. Можно я у тебя переночую? Мальчик гулял около дома и боялся войти в квартиру, где его отчим вместе с другом пили воду. Раздраженный Шацкий приехал и отвел мальчика в квартиру. Оставляет там. Практически бросил его. Шацкий вернулся домой, забрал вещи и отправился в аэропорт в командировку. Очередная стройная версия рухнула, как карточный домик. Упущена какая-то важная деталь. И вдруг из папки выпал рисунок. Тот самый, сделанный на оборотной стороне распорядка дня. Я долго над ним скроптела, смотрела. Вы знаете, что-то здесь не то, что-то здесь не так, что-то не сходится. Анастасия сделала то, что мы с вами сделаем сейчас. Эксперимент. Это Сабрина. Ей 7 лет. Привет. Привет. Ты хорошо рисуешь? Да. А бабу-ягу нарисовать сможешь? Да. Тогда бери все, что нужно. Вот фломастеры, карандаши и рисуй. Говорят, талант художника есть у каждого человека, только развивают его единицы. Но в 6-7 лет рисунки большинства детей очень простые и схематичные. Готово, Сабриночка? Да. Так, посмотрим. О-о-о. Страшно? Да. Хе-хе. Этот рисунок найденный в дачном доме. А вот это нарисовала 7-летняя Сабрина. Разница огромная. Анастасия поняла. Этот рисунок нарисовал вовсе не 7-летний Сережа Ковалев. И я сразу подумала, что этот рисунок сделал его старший брат Антон. Анастасия решила поговорить с мальчишкой с глазу на глаз. Антон, вот видишь этот рисунок? Это ты нарисовал? Он просто стоял и теребил свои вот руки. И тут Настя догадалась. Жуткие шрамы. Их оставила она, страшная ведьма, мать Антона и Сергея, Ирина Ковалева. Ирина отличалась неуравновешенным характером. Она часто страдала головокружением, головными болями, быстро уставала. Рождение четырех детей и неудачи в личной жизни усугубили это состояние. У женщины стали случаться припадки. Позже специалисты установят, у нее было органическое поражение сосудов головного мозга. И она эту болезнь свою скрывала в течение года. И уже дошло до того, что она бросалась на людей. В фантазиях младшего брата, маленького Сережи, в такие моменты мама, пусть злая и жестокая, но все же мама куда-то уходила. Вместо нее появлялась обеззубившая ведьма, которая визжала и билась в припадки, цепляясь во все живое острыми когтями. Приближение приступа мальчики чувствовали заранее. Именно так и случилось в тот трагический день. Стрельба из рогатки. Одна из любимых забав советских мальчишек. Рогатки детям не игрушки. И все-таки с ними играли миллионы. Сделать рогатку мог любой мальчишка тех лет. Основа добывалась на дереве. Ну, ее, естественно, старательно обстругивали ножиком. Теперь резинка. Ну, это проще пари на репы. Резиновый жгут продается в каждой аптеке. Теперь берем кусок кожи от старого сапога. Из него вырезаем седло. Теперь собираем наше будущее оружие. Готово. В тот день, стреляя из рогатки на даче, Сережа и Антон нечаянно набедокурили. Мать прибежала на звон стекла и устроила братьям нагоняй. А затем ее речь стала отрывистой. Сережа понял, скоро начнется. Маленькому мальчику было страшно снова увидеть ведьму. Он сбежал с дачи, не дожидаясь начала кошмара. Но в тот вечер мама не забилась в припадке, хотя побег младшего сына привел ее в ярость. Она примчалась в московскую квартиру уже вечером. Пьяный муж был в отключке. А перед телевизором сидел Сережа и ел конфеты из хрустальной конфетницы. Эту конфетницу в свое время подарил Ирине первый муж, Слава Шацкий. И вот теперь ненавистный ребенок от ненавистного брака таскал из ненавистной конфетницы сладость. От такого удара мальчик скончался практически мгновенно. Пол в квартире был застелен газетами и тряпками, шел ремонт. Именно поэтому не осталось никаких следов. Едва убийца успела спрятать тело сына, как очнулся муж. Он с трудом понимал, что именно происходит, но Ковалева решила, появился ненужный свидетель, которого надо убрать. Она подсыпала в водку различные лекарственные препараты, которые и в сочетании с алкоголем и спровоцировали летальный исход. Лишь одного не знала убийца. Буквально два часа назад в квартире был ее первый муж, Шацкий, который сам привел собственного сына к месту убийства. Кто может поверить, чтобы мать могла бросить своих детей, уехать в Москву, совершить убийство, потом вернуться и обеспечить себе алиби? Самым сложным был вопрос, была ли она вменяемой, не находилась ли в состоянии аффекта. Это следственный эксперимент. Один из первых подобных опытов в истории страны. Так, а удары вы наносили сверху вниз? Или немного сбоку? Нет. Вспомните, пожалуйста. Сбоку. Вот так, да? Да. Размахнулись и ударили. Как видите, Ковалева прекрасно помнила все детали страшного убийства. В состоянии аффекта это невозможно. Что потом вы делали с трупом ребенка? Я его завернула и вынесла. Специалисты пришли к выводу. Несмотря на свою тяжелую болезнь, убийца прекрасно все понимала. Ведь она тщательно замела все следы преступления и без колебаний убрала свидетеля. Мать жертвует собой ради спасения ребенка. Известно немало подобных случаев. Но чтобы мать убила собственное дитя в припадке ярости или еще того хуже из ненависти, такая дикость встречается крайне редко. Ирину Ковалеву приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд учел, что она была многодетной матерью. Впрочем, родительских прав убийцу тут же лишили. Она отсидела весь срок, но по его окончании отправилась не на свободу, а в психиатрическую клинику, где прожила еще несколько лет, пока не скончалась. От инсульта. Старший сын Антон вырос нормальным парнем, окончил училище, но погиб во время срочной службы в Афганистане. Судьба девочек-близняшек была не менее трагической. Детский дом, панель, наркотики. Впрочем, это уже совсем другая история. Детский дом, панель, наркотики. Ильич Курсернает. Ильич Курсернает. Детский дом, панель, наркотики. Композитор Загадочные смерти сотрудников спецслужб И секретная операция в людном парке Преступник назначил Раймонду Паусу встречу Дело, о котором приказали молчать Тут же положили на дальнюю полку под грифом «Секретно» Фильм из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским Надо держать ухо в остро Пуля для маэстро Смотрите прямо сейчас На этот раз только документы и только факты Граждане судьи Я прошу вас смягчить мое наказание Это история Любым трудом раскупить свою вину Не лишайте меня жизни Самое громкое преступление советской эпохи В тот день недалеко от центра Риги остановилось такси Праздного народа в парке почти не было Об этом позаботились спецслужбы Все случайные прохожие – оперативные сотрудники Из машины вышел человек, которого знал весь Союз Раймонд Паус – композитор, музыкант Гордость советской Латвии В его руках был портфель Раймонд Вальдемарович проделал странную вещь Подошел к забору и стал двигаться вдоль него, что-то высматривая Надо было по этой улице идти, за каким-то забором поставить этот чемодан Издалека за Паусом наблюдали оперативные сотрудники Напряжение достигло пика Где-то рядом вооруженный убийца Как он себя поведет? А вдруг сразу начнет стрелять? Страшное было потом, не те дни, а через неделю Такой была кульминация этой удивительной истории Которая произошла в Латвии в спокойные 70-е Рига – один из стариннейших городов нашей родины Рига – отсюда до капиталистической заграницы рукой подать Поэтому сотрудники госбезопасности в 70-е годы работали здесь почти как за кордоном Прошло слишком мало лет после присоединения прибалтийских республик к Советскому Союзу И живы люди, знавшие буржуазную Латвию Поэтому надо держать ухо востро В комитет госбезопасности Латвийской ССР поступило срочное сообщение Убит старший оперуполномоченный КГБ Маркин Кто-то выстрелил ему в затылок ВЫСТРЕЛЫ Убийство офицера КГБ поставило на ноги все спецслужбы Латвийской ССР Такого здесь не помнили со времен лесных братьев Лучшие сыщики и следователи получили четкую установку Раскрыть преступление в кратчайшие сроки Кто же знал, что на это уйдет целый год И убийцу задержат при помощи знаменитого композитора Раймонда Пауса Редактор субтитров А.Семкин Мемориал памяти жертв фашизма Открытый в 67-м году На месте самого крупного концлагеря на территории Латвии Более ста тысяч узников погибло в Саласпилском лагере смерти Здесь шли дорога смерти непокоренная За этими воротами стонет земля Неподалеку станция Дарзини А края на Риге Днем по дорожке ведущей от станции постоянно ходили люди А вот вечером только одинокие припозднившиеся дачники Именно один из них и нашел убитого офицера КГБ Эксперты извлекают из тела погибшего пулю И делают крайне неприятное для руководства комитета заключение Старшего оперуполномоченного КГБ Латвийской ССР Застрелили из пистолета иностранного производства Неужели оперативника ликвидировали? Или устранили после неудачной вербовки? ВЫСТРЕЛ Подробности работы сотрудника КГБ Маркина Окружены завесой государственной тайны Но маячил, как висяк Висяк в таком скандальном деле был категорически недопустим Но самое обидное, у комитетчиков не спросишь открыто и честно, ребята А может, Маркина убрали свои? ВЫСТРЕЛ Но тут следствие получает совершенно неожиданную ниточку В Риге происходит новое ЧП В милицию обращаются близкие некоего Меккерса Который уехал по делам на своей машине и не вернулся ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Оснований для возбуждения дела нет Не прошло еще трех суток Родственники возмущены и сами начинают поиски И все-таки первую ниточку находят милиционеры ВЫСТРЕЛ Когда смотришь на это здание, то кажется, что находишься в Москве Типичная сталинская постройка ВЫСТРЕЛ Только не в Москве, а в Риге ВЫСТРЕЛ 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 Напротив, где сейчас полиция, находился райотдел милиции Московского района Стражам порядка не пришлось долго искать пропавшую машину Она была брошена прямо напротив входа в отделение ВЫСТРЕЛ 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 Осмотрели автомобиль и ничего подозрительного не нашли Ни крови, ни следов борьбы Ну, оставил человек машину, а сам, небось, запил Так решили стражи правопорядка Пройдет трое суток, начнем искать ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Однако всего через два дня, недалеко от Адашского полигона Солдаты, шедшие на учение, наткнулись на труп Меккерса Тот был убит выстрелом в спину Таково же было удивление сыщиков, когда эксперты заявили Меккерс и офицер КГБ Маркин застрелены из одного и того же пистолета иностранного производства ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Преступление произошло прямо около воинской части Может, виноват солдат или офицер? Подключили тогда военный округ для проверки этой версии ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ АЛОИС БЛОНСКИЙ В 70-е годы заместитель начальника управления уголовного розыска МВД Латвийской ССР Параллельно изучали личность самого Меккерса И неожиданно столкнулись с неприятным открытием Оказывается, такого человека, как Меккерс, попросту не существовало Он жил не под своей фамилией ПЕСНЯ В 70-е годы начальник управления уголовного розыска МВД Латвийской ССР ПЕСНЯ Личность погибшего вызывала все больше вопросов Кто он такой? ПЕСНЯ Подняли архивы, допросили родственников Обратились в Комитет госбезопасности Докопались до неприятной правды ПЕСНЯ Вековечный враг латышей немцы вероломно напали на советскую Латвию Снова, как в средние века, топтали немецкие сапоги землю на берегах Таугавы Оказывается, в годы войны Меккерс был на стороне гитлеровцев Этот человек закончил в Германии разведшколу Его законсервировали и оставили на территории советской Латвии Сотрудники КГБ вышли на него, но тот в последний момент ускользнул от щекистов Сменил документы, выдумал себе новую биографию И вот через 30 лет после окончания войны кто-то убил его выстрелом в упор Что это было? Случайное совпадение или продуманная ликвидация? Как связаны офицер КГБ Маркин и бывший германский разведчик Меккерс? Может, их пути где-то пересекались?